привет друзья в комментариях к своему фильму большому фильму настоящему о открытии 2018 когда мы с илюхой были с палатками на охоте я коптил утку и вот в комментариях заметил то есть очерка коптил и в комментариях потом к фильму заметил что вы просите подробнее рассказать как именно я копчу утку вы охотники вы знаете что она имеет свой такой специфический запах лутиного жира вот это такой специфический далеко не все его переварить у меня жена в принципе не так уж вот как бы то что не любит она любит как я делаю то есть я делаю утку двумя способами это обычно я снимаю шкуру полностью делаю грудки запекаю специальным образом в соусе и вот не снимая шкуру просто ее значит когда обдираю потрошу вот я ее копчу сегодня я вам подробнее расскажу то есть в деталях именно как я это делаю как правильно закоптить добытую вами дикую утку для начала я бы хотел рассказать несколько слов о самой вот коптильне эту коптильню мне подарил на день рождения как раз кстати илюха за что ему еще раз огромное спасибо и вот как раз первый раз в принципе мы ее попробовали тогда на охоте значит это коптильня выполнена из нержавеющей стали толщиной 0 8 миллиметров рекомендую вам брать именно в нержи а да она дороже чем обычные и именно не 0508 потому что все таки более тонкая стали она ну и и которая ржавеет она будет прогорать со временем коптильне вам хватит ненадолго особенно вот в углах соединениях она будет просто у вас деформироваться трескаться радости от этого мало данная коптильня имеет ну крышку до соответственно которые путем задвигания одевается я сейчас ее неправильно но просто вам показываю она сюда вот так вот вставляется довольно плотно туда заезжает также она вот двухуровневая то есть есть две решетки одна ставится на низ это для копчения рыбы для дичи это не нужно то есть вот один уровень сюда выложили и можно еще рыбу сложить наверх сюда потому что утку сюда наверх ставить не получится мы ее будем готовить вот на этой решетки так как ну просто она сюда как бы не поместится она больше чем рыба коптильня знаете да предназначена для копчения мяса и рыбы и вот что еще она имеет это вот такой вот специальный поддон не во всех он есть куда будет собственно капать жир весь жир вот даже ручка предусмотрена удобно ее брать и вынимать а на самом дно сюда как раз засыпаются опилки и щепа ольховая есть у меня вот такие вот это вот не мука вот такие вот опилки вот прям именно не щепа а именно не стружка именно опилки ольховые и дополнительно покупная вот такая вот именно щепа ольха ну копейки стоит во всяких кэмпах продается там на рынках вот она вот так вот выглядит берем прям горсть опилок 2 и вот так вот хорошенько листики убираем отсюда вот эту всю траву и рассредотачиваем можно еще чуть-чуть добавить хуже не будет вот так вот рассредотачиваем хорошенько по тоже нам лишнее чуть-чуть вот так вот то есть не должно быть много их вот такой вот ковер получился плотно ничего уплотнять не нужно вот а поверх поверх уже насыпаем самой щепы она придаст утки аромат отобьет вот этот вот специфический привкус но не забьет при этом полностью особую пикантность дикой утки вот так вот вот примерно вот так насыпали много не нужно кладем поддончик и на него же ставим решеточку я на мангале буду огонь разводить на мангале я нахожусь ну в такой рощица здесь жилой квартал поэтому костры сжечь на земле нельзя хотя вот смотрю угли тут но это наверно с мангала забрасывали так что огонь на мангале соответственно и удобно в принципе ставить саму коптильню именно на мангал так как ветер будет держать огонь будет более-менее равномерно распространяться да кстати мы будем коптить две утки сегодня это как раз с того второго фильма уже на моей любимой петраковке когда я приехал после открытия в отпуск на дачу и отвел душ что называется уж не знаю какая из них выплыла на протоку вот в общем-то двух уток значит ее надо перед тем как начать коптить вот вы ее ощипали выпотрошили ну там наверное она у вас замороженная потом разморозили вот и после разморозки ее надо засолить хорошенько засолить для этого я использую такое вот ведро это ведро но обычное пластмассовое ведро было 8 литров и соответственно соль соль я беру вот такую вот и вам рекомендую сейчас поближе покажу вот в такой пачке берите соль это соль крупного помола и она идеально подходит да и вообще да не только для засолки утки и для рыбы тоже вот такую вот берете соль ведро соответственно наливайте воду питьевую и заливаете вот я уже воду слил они у меня уже засолились вот они там лежат и наливаете примерно вот это 8 литров ведро наливайте примерно литров 5 то есть ну не половину а чуть чуть больше половины и соли засыпайте вот здесь сколько у нас так здесь у нас в пачке но здесь 1000 грамм до килограмм засыпайте половину даже чуть чуть больше да утку про промыли после там если разморозили промыли хорошенько под проточной водой все вот это вот аж мёточки там мелкие какие-то чтобы она была чистенькой где-то может быть я еще обычно даже берут на охоте после охоты ты уставший обычно в спешке и как-то чистишь опаливаешь а дома я уже беру потом пинцетик вот эти кости аккуратно удаляю она такая чистенькая получается вот и не суть вы просто как бы ее засолили то есть положили вот этот соляной раствор такой хороший соляной раствор и оставили на ночь потом воду слили и все она в принципе готова никаких перцев специй ничего не требуется добавлять этого будет засолки достаточно все сейчас займемся с вами ее закладкой и я развожу огонь вот еще раз скажу вам старайтесь не костер на земле а все-таки где-то в мангальчике плюс удобно ставить если же все-таки на земле ту какие-то кирпичи камни нашли чтобы было поддувала чтобы был приток воздуха под коптильней огонь чтобы равномерно распределялся и где-то до минут на 50 вот это и такие наши утки кряку и вот 45-50 минут она даст сок хорошо прокоптится за это время огонь не нужно делать слишком сильный он такой средненький должен быть и все отдыхаем ждем в процессе копчения крышка с этой страны она будет приподниматься это нормально мы с Илюхой тогда думали что это какой-то брак но на самом деле я потом почитал нет так и должно быть все-таки давление идет создаются давление и начинается процесс разжатия потом она оседает это в порядке вещей отсюда дыму куда-то надо все равно деваться он будет отсюда выходить немного это все вполне нормально пока вот как а птица сидим отдыхаем ну вот ребят прошло 50 минут в принципе в принципе есть если утки крупные можно и час держать хуже не будет в зависимости от интенсивности горения вот у меня уже практически все прогорело больше уже не подкладывал ну вы сами поймете сколько подкладывать главное не такой чтоб сильный прям огонь была такой средненький вот принципе этого достаточно будем снимать нашу с вами коптильню и проверять уточку снимаем ох ты какая красота у нас получилось вот друзья какие две красавицы закопченные уточки жирненькие прям вот мясцо даже ну шкурку естественно мы не едим мы снимаем едим только мясо красота ну вот ребят такой простой казалось бы да не особо требующих каких-то усилий и ума способ как можно вкуснейшим образом приготовить добытую вами дикую утку и тем самым порадовать ваших домочадцев родных этим блюдом у меня жена например говорит что все кроме как копченую больше никакую не делай и копчу ну вот сами попробуйте большущего вам удачи друзья приятного вам аппетита ни пуха ни пера ну и пока увидимся